В Казахстане зафиксирован резкий скачок цен на мясо. Килограмм говядины в торговых точках Алматы продают по 2900 тенге. По данным аналитиков, любимая всеми баранина выросла в цене на 15%. И это еще не предел, говорят эксперты. По их мнению, причина подорожания кроется как в дефиците кормов, так и в увеличении потребительского спроса. Мы сейчас находимся в одной из крупных торговых точек города на знаменитой алматинской оптовке. Здесь, как и обычно, очень многолюдно. Теперь предлагаю пройтись по рынку и узнать цены на мясо. А сколько стоит? Килограмм в прошлом году 2400 стоило, 2500. В этом году 2600, 650, 2500. Мы сами покупаем по 2400, продаем от 2500 тенге. Если филе, то 2900 за килограмм. Торговля идет хорошая, спрос есть. Наоборот, стало дешевле. Ранее 3000 стоило баранина, сейчас по 2500 продаем. Чтобы понять причину подорожания, мы отправились в одну из крупных скотобоин области, где продают мясо по оптовым ценам. Но и здесь она стоит недешево. В среднем меньше только на 300 тенге, чем в городе. Фермеры сетуют, что в этом году был не урожай на корма. Вот и повысилась стоимость. В прошлом году тюк корма стоил 800 тенге, сейчас по 1300 покупаем. Пшеница стоила 90 тенге, сейчас стало 130. Корм дорожает, соответственно, и мясо подорожало. По итогам восьми месяцев этого года цены на мясо и птицу в среднем выросли на 7%. Заметнее всего подорожала баранина сразу на 15%. Следом идут конина плюс 9% за год. Говядина и свинина по 7%. Птица же по сравнению с красным мясом подорожала относительно немного, лишь на 3,2%. Уменьшился и объем производства. В этом году было выпущено около 43 тысяч тонн свежего и охлажденного мяса, что меньше на 4,6%, чем в прошлом году. Такой скачок цен эксперты связывают с ростом инфляции в стране, а также с послаблением карантина. Причина подорожания мяса напрямую связана с засухой в стране. В этом году массово гибнул скот, что и породило дефицит мяса. Также недавно сняли запрет на проведение торжественных мероприятий. Многие предприниматели из-за увеличения спроса и подняли цены. Тем временем городские власти принимают меры по сдерживанию цен на говядину. Однако это только на грудино-лопаточную часть. Ее продают по фиксированной стоимости 2050 тенге за килограмм в отдельных торговых точках. Остабляционный фонд города Алматы выделен 10 миллиардов или 30% от всех денег Республики Казахстан, которые выделяются на данный вид продукции. В рамках данного стабляционного фонда у нас заключены льготные займы с крупными торговыми сетями и производителями. В этой программе у нас участвует торговая сеть «Магнум», торговая сеть «Тоймарт», а также крупные производители – это «Ахсайнан» по хлебу, «Юнион» и «Асальед» по мясу. Регулировать цены на другие части мяса власти не в силах, поэтому остается только следить за ситуацией на рынке.